Привет, ребят! В этом видео мы будем тестировать колоночку JBL Extreme 2, а именно подключать к ней большие сабвуферы, сразу два больших сабвуфера. И прежде чем мы это сделаем, я хочу показать, что случилось с этой колонкой, пока она у меня стояла на полочке и ждала новых тестов. Буквально пару дней назад я решил поставить эту колонку на зарядку, подхожу к полочке, беру ее вот так с одного конца и у нее отрывается вот эта боковая пластиковая панель. Я сразу не понял, что случилось, присмотрелся внимательно, а у нее треснули вот эти крепежи. Я никак не могу понять, как это могло произойти, пока эта колонка стояла на полке. Я ее никому не давал и сам ей не пользовался. И теперь край у этой колонки выглядит вот так. Конечно, эту пластиковую панель можно приклеить назад на клей, но это уже будет не то. И это самая неожиданная поломка в этой колонке, потому что я никак не мог предположить, что у нее отвалятся эти боковые пластиковые панели. Я думал, сгорят динамики, может быть внутрь вода попадет, но точно не это. В этом тесте нам эта панелька пластиковая не понадобится, я ее уберу и потом когда-нибудь приклею к JBL Extreme 2. Хорошо, хоть в JBL Boombox ничего не отваливается и он работает отлично, несмотря на все мои жесткие тесты. Ну а подключать мы будем два вот таких больших 10-дюймовых сабвуфера. Каждый из них во много раз мощнее тех динамиков, которые стоят в этих колонках. И сначала мы подключим их к JBL Extreme 2, а потом к JBL Boombox. И посмотрим, какая из этих двух колонок будет лучше раскачивать вот эти сабвуферы. Также для того, чтобы максимально раскачать эти сабвуферы, я буду включать минус и блютуз на каждой из этих колонок. Если будет нужно, я еще и подключу их на зарядку, так как на зарядке эти колонки выдают еще больше мощности. Ну вот, все уже готово к запуску. В этом тесте мы проверяем не динамики, потому что они имеют огромный запас мощности по сравнению с этим усилителем. А именно усилитель будет у нас на проверке, выдержит ли он такие мощные динамики. И как всегда, музыку я запущу со своего телеграм-канала PacheS. Просто вбейте в поиски в телеграме PacheS и вы меня там легко найдете. ПЕСНЯ Как мы видим, даже JBL Charge 4 сильнее раскачивал эти сабвуферы. Так что мы сейчас включаем минус и блютуз. Если недостаточно, еще и ставим на зарядку. ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, как выяснилось, JBL Extreme 2 хуже, чем Charge 4 раскачивает такие сабвуферы. Но, тем не менее, он с ними справился и усилитель не сгорел. Но было заметно то, что он иногда уходил в защиту на сильных басах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, JBL Boombox лучше раскачивает эти два больших сабвуфера, потому что в нём мощности немного больше, чем JBL Extreme 2, но мощность, которую он выдаёт на каждый сабвуфер, не больше, чем выдаёт JBL Charge 4. И мне даже кажется, что JBL Charge 4 выдаёт на канал немножечко больше, чем JBL Boombox. Хотя в JBL Charge 4 30 Ватт на канал, и в JBL Boombox на каждый канал тоже идёт 30 Ватт. По идее, должно быть одинаково. Но здесь они, возможно, ещё учитывают твиттеры на каждый канал, и тогда они отбирают немного мощности у основных динамиков. И тогда на большие динамики может идти немного меньше 30 Ватт. Поэтому вполне возможно, что JBL Charge 4 немножечко будет сильнее раскачивать эти сабвуферы. И это в очередной раз доказывает, что колоночка JBL Charge 4 одна из лучших портативных колонок, в частности, GG-версия. Сзади под крышкой можно легко проверить, какая версия колонки у вас. Если у вас GG, то всё хорошо. Если у вас TL-версия, то лучше под воду её не ложить, потому что у них сборка немного хуже, и вода попадает внутрь корпуса, после чего колонка выходит из строя. Теперь, как всегда, я жду от вас комментарии, типа это фейки, я сабвуферы подключал к более мощному усилителю. А все остальные ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик и пишите кучу моих любимых рандомных комментариев. И мы с вами увидимся уже через пару дней в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok